Клюшки для хоккея с шайбой непосвященному человеку могут показаться одинаковыми. Но тот, кто в теме, знает, что существует огромное количество нюансов, отличающих одну от другой. Длина рукоятки, угол наклона, величина изгиба и длина крюка. Всё это подбирается или подгоняется индивидуально в зависимости от роста игрока и техники владения клюшкой. Самая большая разница между клюшками вратаря и полевого игрока. У первой нижняя часть более широкая, а угол между крюком и рукояткой меньше, чем у второй. При этом технология и материалы для изготовления у них похожи. Сто лет назад для производства хоккейных клюшек использовали дерево. Сначала клёны и иву, потом более лёгкие берёзу и ясень. Технология тоже менялась. Поначалу снаряды делались из цельного куска древесины, а затем стали слоёными, склеенными из тонких пластов дерева. В наши дни применяются композитные материалы, то есть состоящие из нескольких компонентов, таких как стекловолокно, карбон, титан. Впрочем, и классические деревянные клюшки всё ещё пользуются популярностью у игроков. Чаще всего для изготовления композитной клюшки используют углеродное волокно. Этот материал напоминает ткань из тонких карбоновых нитей. Он очень прочный, лёгкий и гибкий. Несколько слоёв углеродного волокна сплавляют вместе, помещают в специальные формы и нагревают под давлением, прочно склеивая в одну цельную рукоятку. Из того же материала снаружи состоят крюки, а внутри у них есть начинка из специальной пены, которая смягчает удар шайбы. Крюки склеивают с рукоятками и проверяют клюшки на гибкость, чтобы удостовериться, что они выдержат удары во время игры. Затем клюшки отшлифовывают, красят, наносят на них логотипы и надписи, а также специальное покрытие, чтобы игроку было удобнее держаться за рукоятку.